Прямо сейчас поведу о том рассказ, как нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин забивал свой двухсотый гол в чемпионатах СССР, то есть шел к своему очередному рекорду советского футбола. И какие приключения и детективные истории это достижение сопровождали. Поехали. 1985 год для киевского «Динамо» был знаменателен не только тем, что команда Валерия Васильевича Лобановского снова вернулась на лидирующие позиции союзного футбола, но и очередным бомбардирским рекордом своего форварда – 32-летнего ветерана Олега Блохина. «Блоха», как его называли болельщики, уже давно перепрыгнул рекорд по забитым мячам в чемпионатах СССР Александра Пономарева, форварда до военного и послевоенного футбола, который прославился выступлениями за московское торпедо, а завершил свою активную карьеру в 1952 году игроком «Шахтера» из Сталина, ныне Донинск, на отметке в 147 голов. Олег Блохин боролся в этом рекордном плане сам собой, так как конкурентов ему в этом почетном деле на горизонте и днем с огнем не наблюдалось. А теперь, кто жил в Союзе, обращаюсь к вам, вспомните, с каким пиететом и почтением относились в той стране к всевозможным юбилеям, причем во всех сферах жизни, постоянно что-то отмечали. То 100 лет со дня рождения вечно живого Ленина с постоянной пропиской в мавзолее возле московского Кремля, это если в масштабах страны. До юбилейных деталей, например, миллионного подшипника на заводах. И спорт не был здесь исключением. Особенно футбол, где в чемпионате СССР 1985 года все с большим нетерпением ждали, когда же Блохин достигнет рубежа в 200 забитых голов. 10 марта Олег забил Черноморцу в Одессе, 17-го – московскому торпедо с пенальти на республиканском стадионе, там же и также Кайрату из Алматы 5-го апреля, а потом в Вильнюскому Жальгрессу 6-го мая. Оставалось три гола до заветного юбилея в 200 голов, но тут Блохина словно заступорила. Олег, правда, забил решающий второй мяч Донецкому Шахтеру в финале Кубка СССР и Динамоке выиграл 2-1, но ведь он в зачет голов чемпионата не шел. Все, кто связан с футболом, в союзе успели ждать, когда Блохин снова начнет в советском первенстве забивать. Май прошел, июнь, июль, глухо. И сколько же радости было, когда Блохин установил окончательный счет 2-0 в Минске 10 августа 1985 года, чем очень огорчил 50 тысяч 50 зрителей на стадионе Динамо. До двухсот голов осталось нанести всего два точных удара. Следующим был выезд в Харьков 21 августа. Металлист к радости своих 32 тысяч поклонников побеждал после первого тайма 2-0. Счет открыл бывший киевский динамовец Владимир Лозинский, который как раз в 1985 усилил команду Евгения Филипповича Лемешко. Удвоил преимущество 19-летний Олег Бондарь. Смотрел ту игру по телевидению и был уверен, что после перерыва киевляне выйдут с одним желанием – отыграться. Так и случилось. Блохина сбивает штрафной площади и сам пострадавший реализует пенальти. Не прошло и двух минут, как голкипер-металлиста Юрий Петухов отразил удар Василия Араца прямо на Блохина, который не сплоховал 2-2. Есть очередной юбилей советского футбола. Олег Блохин покорил фантастическую вершину в 200 забитых мячей в чемпионатах СССР. Только вот сразу же пошли нехорошие слухи, мол, а рекорд-то не настоящий. В смысле, что в перерыве в раздевалке металлиста с игроками вышестоящие товарищи из высоких кабинетов провели нравоучительную беседу о том, что Блохину нужно помочь с рекордом и дважды пропустить. Мол, для престижа всего украинского футбола так нужно. А Киев потом в долгу не останется. Не знаю, насколько это правда, только вот некоторые болельщики металлиста лично мне писали, что они тогда, 21 августа 1985 года, после перерыва плевались от происходящего на поле, потому что невооруженным взглядом было видно, команды разыгрывают перед ними договорной спектакль. Точно написал в советском спорте заслуженный тренер УССР А. Бутенко, цитирую, 32 тысячи харьковчан словно предчувствовали, что именно в этот день и именно на их стадионе произойдет памятное для всего нашего футбола событие. Перед матчем неожиданно палил дождь, но трибуны тут же выставили крышу из пестрых зонтиков. Мест не покинул никто. А все потому, что еще перед матчем ходили упорные слухи, мол, Блохину позволят поднять планку всесоюзного рекорда на юбилейную высоту именно на стадионе «Металлист». Вот и было интересно людям, как сие произойдет. Но что так откровенно, не ожидал никто. Если это правда, то я не понимаю, зачем нужно было устраивать весь этот спектакль, соглядая который три десятка тысяч зрителей на стадионе и сотни тысяч у телевизоров кричали «Не верю!» Зачем вообще было достигать юбилейной вершины в Харькове, когда это можно было прекрасно сделать в Киеве десять дней спустя? Блохин забил московскому «Динамо» трижды, киевляне выиграли 5-0, а Олега поздравили с достижением новой бомбардирской вершины почетной грамотой, как было заведено в СССР. И 37 200 зрителей на республиканском стадионе от души наградили своего кумира аплодисментами. Но ведь гораздо торжественнее было бы, если бы Блохин забил свой двухсотый гул именно на родной арене. Да и болельщиков ради такого случая собралось бы раза в два больше, чем сие произошло на самом деле. И зачем нужен был весь этот цирк в Харькове? Хотя, может, и не цирк, кто его теперь знает. В любом случае, уважаемые любители футбола, оставляйте по этому поводу свое мнение в комментариях, особенно те, кто в курсе данного вопроса. Олег Блохин до конца сезона забил еще дважды на республиканском стадионе Дереванскому Арарату 3 ноября, там же Бакинскому Невчи, остановившись на рубеже 205 голов в чемпионатах СССР в 1985 году. Впереди будут новые сезоны и еще больше забитых мячей. Только вот юбилейный двухсотый, думаю, для Олега и всех болельщиков останутся в памяти с нехорошим душком. И уже не важно, позволили ли сие сделать игроки-металлисты по приказу свыше или все было по футбольному чисто в этом плане. Слухов и подозрений уже никто не отменит. Правда, Блохино это двухсотый год в упрек не ставили. Ну или почти не ставили. Как сотый спартаковцу Федору Черенкову. До самой его смерти ставили в укор, мол, зачем ты, Федя, забил тот левый пеналь Днепру, о чем у меня есть видео. Находите, Спартак, ВС Днепр, 1987, судейский беспредел. Да, советский футбол был богат на события и скандалы в том числе. Кстати, спустя год, Динамо Киев осенью проиграет в Харькове 01, в тот момент, когда самой команде Лобановского нужны были очки, как воздух. Что это? Договор дороже денег. Киевляне в 1986 году отдали металлисту должок 1985. Вот и думайте над этим вопросом. С вами был Саныч, до новых встреч.